ну что суслики вы наши я имею ввиду не про вас дорогие мои телезрители сусликами я называю всех тех кто вам предоставляет запасные части потому что эти суслики со мной говорили очень странно то есть я им говорю что вы хотите я могу про вас сделать рекламу вот мне все говорили что нет 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 хорошо ладно рано или поздно это дело и случится и вот это делает ничего то есть давайте определимся на каких машинах вы ездите если вы даже ездите на отечественных машинах я вам расскажу любые запасные части которые они вам предоставляют они это естественно новые запасные части потому что представляете если бы они вам поставили новые запасные части они бы не ездили на очень дорогих машинах они ездят на свои дорогих машинах есть такое местечко возле тольятти вот прямо вокруг она рядышком находится просто проезжаете мимо и смотрят вот волга вот другая штучка и все что вы сдаете или продаете в этом месте не восстанавливается цена вопроса 4 то есть 5 раз дешевле чем в оригинал вот на это они и ездят вот они это не покупают машинки вам это нужно наверное но давайте вернемся на круги своя где мы сейчас живем какое сейчас время а сейчас извините второе десятилетие века двадцать первого о знали что как так как так 2016 год скоро уже третье десятилетие века двадцать первого а об чем мы сейчас говорим то а об чем мы сейчас говорим о том что естественно у вас у первого и у каждого должен быть интернет оба она клево хорошо тема весьма интересная и давайте зададим себе вопрос попробовать следующий если вы что-то хотите купить себе то давайте делать как это делается в америке вот это очень хорошая тема в америке ну раз мы говорим про нормальную страну при автомобиле не были средства роскоши вы помните что форд сказал машина должна быть разная но лучше черная и дешевая и дешевая так оно есть никаких проблем нет то есть в америке это никакая не роскошь это обыкновенные транспортные средства которые есть у каждого и как правило ни одного вот то есть если это семя то там как минимум шесть машин есть большая тем более света там очень может быть больше вот и чтобы окончательно поняли то есть вся америка сейчас есть уже не на новых машинах ничего идиота что ли какой смысл платить такие бешеные количество денег когда можно купить то же самое 13-летние и она будет также ехать но единственный вариант что сейчас все начинают переходить на электротягу но извините подвиньтесь электротягу в америке это уже с прошлого десятилетия века 21 то есть они прекрасно понимают что там уже машинки там на электротяге им уже скоро по пять лет будет и они в цене в действительности в разы дешевле и так оно и будет то есть когда мы говорим то есть надо понимать что в америке это круто вот и американцы они же нормальные люди да вы что там думаете что-то американец купил какую-то там машину сверхдорогую но типа mercedes или он себе купил допустим линкольн таункар хорошая машина кстати мне очень нравится или он себе купил там christ lhs или он себе купил там холст мобиль ну это старенькие автомобили естественно вот у них возникает дивно-дивно вопрос они вообще-то собирались платить бешеное количество денег за ремонт ну нет такого ну нету такого и когда вам что-то начинает втирать когда начинает втирать что volvo для америки очень дорого я говорю ребята volvo это по сути все это для америки сделалось если честно и volvo это самый сексуальный автомобиль потому что энное по количеству американцев сделано было в машине volvo если честно в универсале volvo представляете какая машина супер остальная то есть сейчас мы о чем говорим о том что большинство автомобилей делается до америки естественно потому что американец же не станет на фуфле не ездить правильно ему уже надо машину он серьезную большую сделать вот а раз америка не ездит на сверхдорогих машинах и не сильно хочет платить денежки то вопрос возникает где американцы берут запасные части о весьма тема интересная также где и вы сейчас это будете делать потому что на пороге второе десятилетие века 21 как я вам уже сказал вот как мы уже с вами определились да запасные части не стоит дорого не стоит дорого это вот бред сивой кобылы который вам втирают ваши тараканы хорош тараканы только почему-то когда я к ним говорил что ребят ну давайте все таки я крамотно объясню и про вас это сделаю хорошо вы меня кидали ну так вот кидал его теперь для вас господа как все сейчас можно сделать да все легко и просто то есть в америке то же самое но нет уже магазинов которые запасными частями занимаются ну нет смысла такой нет смысла потому что любой американец залазит в интернет вот как и я сейчас вот у меня есть ноутбук ноутбук вот и я бы себе хотел заказать любую запасную часть как прекрасно мы договорились с вами то есть она не может стоить дорого не может стоить дорого да вот но я то могу это сделать потому что я по-английски волокону 33 школа спасибо что она существует по сути и естественно большие-большие замечательные командировки в которых не было человека который говорил по-английски и в результате какого-то ляда я стал говорить очень как переводчиком то бишь ну имея ввиду мой средний уровень образования я владею достаточным количеством разговоров английским языком но в связи с тем что мою машину а я себе купил извините форды в девяносто восьмом году помните кризисок такой был очень жесткий кризисок в доллар не как сейчас ушел то в два раза а в шесть раз и после этого естественно у меня только иномарки только иномарки я сразу нашел и обратил внимание что запасные части не могут стоить дорого не могут стоить дорого но и сегодня сейчас зная о том что американцы живут в интернете и для американцев любой товар доставляется либо амазоном либо ebay ну на худой конец алиэкспрессом ну по сути алиэкспресс он в общем-то сориентирован на россиян хотя и для американцев это тоже прикольно вот то какой смысл ходить в очередях стоять ждать когда он там по ушам проедут ну по сути событий большинство из этих интернет-ресурсов уже имеют русскоязычную страничку то есть заходите допустим если мы сейчас зайдем на ebay и мы внезапно хотим что-то там купить ну допустим элемент подвески на марседесе взбиваем вот вам подвеска хотите новый хотите бушный другой вариант вы хотели бы все это дело из того языка на котором все это дело работает мы сейчас хотя бы говорим о том что по сути событий ну большая часть населения земли владеет английским языком большая часть потому что все остальное это все только по-английски возразумеется вы каким-то образом должны все это делать перевести есть такая штука переводчик самая простая штука google interpreter в смысле переводчик на google вбиваете и посмотрите то есть вот он вытекает все что нужно вбиваем туда все и показываем результат все то же самое легко и спокойно переводится на английский язык control v это копирование control c это ставка то есть вставляем и смотрим уже реальные цены насчет реальных цен помните да что американцы не хотят ни за что платить денег к слову о том что все это дело переводится естественно в рубли начинаем смотреть ценники то есть ну крайне редкий товар там выше 10 тысяч рублей стандартная цена примерно от там 30 до 100 может дешевле долларов то есть как-то все нормально да там никаких бешеных тараканов по сути не существует да посмотрите все посмотрите внимательно залезть посмотрите и определите затем уже дальше если вы хотите о чем-то говорить с теми товарищами про которые сказал что ребят сейчас будет жестко а жестко и оно есть и в основном то для вас скажите пожалуйста господа ребятки вот вот такие цены мне дает ebay привезите не по такой же цене ну просто так они вам сначала скажут какие-то космические ценники а потом скажите мне ребят вот все таки ебать начнут вас там уговаривать вы там бешеное количество денег потратите никаких проблем смотрите сколько будет доставка если это дело у них не получается то ребятки ну вы уж каким-то образом кому-то другому втираете а так выйдете на улицу и всем скажете что вот это как бы ну говнюки по сути то с ними лучше не работать теперь возникает другой вопрос как бы мне все это дело по интернет цене бы сюда потащить в свое то время я покупал запасные части на mercedes s600 v140 целиком подвеска по курсу в 1 доллар 32 рубля цена вопроса чем передвести рубля вся вся целиком вся подвеска целиком передняя алло вот это была тема естественно возник вопрос с доставкой ну были проблемки были проблемки но сегодня и сейчас когда я нашел человека я нашел его просто убил usa и фор точка ру живете сам петербурге легко достает все это дело по тем самым срокам которые описаны вот срок доставки так вот он по сути я не знаю чем занимать я не знаю но возможно когда мы говорим о цене вопроса и о цене доставки то по сути получается дешевле чем на ebay ну вместе собираем я задаю вопрос вот такая цена он говорит такая цена конечно это хорошо когда у тебя рядышком в Финляндии у нас все очень сложно тут даже если вы будете до Казахстана ехать ну там те же самые косяки как вы прекрасно понимаете вот то есть просто человек съездил в Финляндию я не знаю чем он занимается но цена вопроса и цена качества понимаете я уже никому и никогда когда мы сейчас говорим о цене вопроса и объясняю ситуацию средняя стоимость моего программы 35 тысяч рублей дешевле не получится господа уже не получится хватит я столько времени ходил столько времени объяснял что это вам необходимо что мне сейчас стало в действительности начихать на вашу сумму надо будет заплатить не надо будет да и без вас проживем в конце до концов и вот теперь мы это и говорим я говорю вам господа мои в отношениях магнитогорцы и жители всей России потому что извините подвиньтесь все эти сюжеты смотрят не только магнитогорск а большее количество населения то бишь ребят все заканчиваем используем интернет никаких проблем не возникает не платим ни за аренду ни за что не платим просто покупаем по той самой и весьма дешевой цене как это делают замечательные американцы да и жители всей Европы в том числе в том числе вы генет вы что